Здарова народ! Надеюсь шум от зимней шипованной резины и от печки Нойс Редакшн успешно скроет и вы будете меня достаточно хорошо и четко слышать Давайте оживим нашу рублику треп с колес, давно у нас ничего не было И поговорим сегодня опять за тему обучения и сегодня я бы хотел с вами поговорить на тему того, как вас, ну может быть не вас, а кого-то других кидают или предоставляют некачественные услуги такие известные конторы и подобные им, как Skill Factory, Geekbrain И так далее, которых сейчас развелось с десяток, наверное, которые обещают вам качественное образование за достаточно космические бабки Ну как космические? За те же деньги примерно можно было бы обучиться, ну, к примеру, в том же IT McDonald's типа специалиста или подобные ему учебных центрах Средний вкус там примерно стоит от 70 косарей теперь уже, ну, все растет, цены растут Солярка вот за новогодние праздники на пятак подорожала Я вообще, если честно, в шоке, как дальше жить, при том, что зарплату уже, ну, мне, например, три года точно уже не поднимали И чтобы сейчас как-то мне повысить зарплату, мне нужно сейчас собирать кучу статистики, кучу дебильной бумажной работы, никому не нужной Ну ладно, я немножко отвлекся Так вот, что вы получаете за средний ценник в 75 рублей в том же учебном... За покупая, например, покупая или оплачивая какой-нибудь учебный курс в Geekbrain или Skill Factory или подобные этим конторам Вы получаете доступ к обычным видеокурсам То есть что из себя это представляет? За что вы отдаете ваши бабки? Вы отдаете ваши бабки за некий видеоконтент, который из себя представляет какие-то лекции по тому или иному направлению К примеру, возьмем сейчас самое модное, это направление девопсов Тут я хотя бы смогу для вас как-то пояснить, что-то рассказать в этом плане Значит, что из себя это представляет? Это набор видеороликов, в котором преподаватель, либо тот человек, который про это что-то рассказывает В лучшем случае, если он... Хорошо, если он в этом шарит Вот, это в лучшем случае В худшем случае это просто какой-то диктор, у которого четкая поставлена речь Который по бумажке, по заготовленному тексту для вас читает какую-то программу Который может, к примеру, по какому-то учебному плану что-то для вас рассказать Я сейчас точно не могу сказать за тему девопсов Возможно, в каких-то учебных центрах есть поддержка Вы можете как-то общаться со специалистами Но, учитывая, что они двигают сейчас свою рекламу практически на каждом канале Который как-то еще относится к популярному каналу К каким, может быть, он не относится Но к популярному каналу, на котором есть хотя бы 50 тысяч подписчиков Хотя бы там по 50-100 тысяч просмотров в среднем на каждом ролике И стоит такая реклама, ну там минимум 10 тысяч рублей за вот эту вот интеграцию Потому что сейчас прероллы, построллы никто не использует Сейчас самая модная фишка рекламы это интеграция Где-нибудь в середине ролика, либо в самом интересном его моменте Все зависит от автора, где он его размещает Пихаются рекламы этого скиллфэктори, гикбрейна А в прошлом году эта хрень была практически на каждом крупном, более-менее известном канале С вышеописанной статистикой И очень много, если посмотреть отзывы на сайтах с отзывами Где можно хотя бы какие-то отзывы оставить И очень много роликов на ютюбе даже Негативные отзывы То есть люди говорят, что я программистом, к примеру, занимаюсь там уже 2-3 года И я оплатил полный курс А мне впарили какое-то фуфло для джунов Ну то есть для начинающих специалистов Да, для начинающих специалистов, чтобы зайти в эту тему Это будет в принципе нормально Но, блядь, ну не за те деньги, которые они просят за курс А обещают они вам чуть ли не золотые горы То, что пройдя курс, вы сможете успешно трудоустроиться Вы сможете устроиться в компанию на должность с зарплатой от 100 тысяч рублей Сейчас начинают вообще активно двигать тему Data Science А здесь могла бы быть ваша реклама или интеграция На тему Data Science Это специалист по изучению больших массивов данных Это прежде всего аналитик Как раньше это называлось, должность Человек, который анализирует большие массивы данных Умеет делать выгрузки из них Умеет системизировать эту информацию И умеет как-то эту информацию обрабатывать И делать оттуда какие-то выжимки Специальные, которые под определенные задачи направлены Ну, к примеру, имея базу банок, к примеру, Сбербанка Человек может, проанализировав ее, к примеру, по тому, куда уходят деньги На что человек тратит эти деньги Ну и тому подобное Либо не человек, либо группа людей Либо выборка сделать по каким-то отдельным частям населения По каким-то группам, по социальным группам В общем, такие вот сейчас модные, востребованные должности Должности специалисты по Data Science Так, короче, сейчас вот куда ни посмотришь Кругом рекламируют они эту Data Science специалист Курс стоит порядка, по-моему, 130 или 150 рублей Тысяч рублей, ну, кто не в теме И, в принципе, я полистал то, что пишут люди в интернете Пообщался с некоторыми людьми Кто писал отзывы По факту это фуфло То есть вы отдаете 150 рублей 130, 150, в общем, везде цены разные За разные треки За разные объемы информации Люди говорят, что это полная фигня Примерно 10 лет назад Это была специальность простого аналитика Либо какого-нибудь аналитика базы данных Или что-то в этом роде По факту получаешь набор из 10 роликов И курс рассчитан на более длинный период И когда заходишь там в следующие подтемы В папках пусто просто написано Что эта информация появится чуть позже То есть получается обычная гребаная замануха Или у них есть примерно то же самое Типа тестового периода Можно потестировать там что-то Там откроют вам доступ к 2-3 роликам Самым популярным, самым насыщенным С выжимкой самой полезной информации А когда ты начнешь дальше куда-то продвигаться У тебя как раз попросят вот эти вот От 70 до 150 рублей за курс Получишь доступ там еще к нескольким темам А дальше будет пусто просто потому что Трек, либо курс Еще полностью не завершен Он еще в процессе производства Гребаная печка сушит воздух Вот И хрен знает когда это будет И будет ли вообще когда-нибудь завершен Самое интересное Если почитать их недоговор И начав обучаться По факту тебе услугу предоставили И отказаться ты от нее не можешь То есть вернуть бабки Ну или к примеру Если прошел там Ну не знаю там 10% и понял что это не для тебя То бабки вернуть практически невозможно В лучшем случае Это можно будет сделать через суд Отправлять им досудебные претензии Нанимать юриста Если ты сам в этом нифига не шаришь Некоторые я знаю Кто к примеру не из Москвы И где-то там глубоко Из регионов Из небольших городков И знаю что писали претензии досудебные И им возвращали бабки Причем там были цены На такие нормальные Суммы были под 100 штук Короче говоря бабки им возвращали И как я подозреваю просто Потому что В суд подается по Месту Прописки Истца То есть заявителя А для того чтобы Как-то присутствовать на суде Им придется Оплачивать командировку Оплачивать гостиницу Оплачивать Транспорт для своего юриста Ну они считают Типа проще Вернуть бабки Человеку посчитали То есть был такой случай Я вот читал На форумах Люди писали такую фигню По мне так проще Все-таки старые добрые Курсы В стиле специалиста Либо какие-то онлайн Вебинары Когда ты вживую Общаешься непосредственно С преподавателем А вот такие видеоматериалы Они служат Как дополнительными Материалами к лекции Я же вам По-прежнему буду Рекомендовать Пользоваться такими Онлайн Ну как онлайн Ну да Сейчас это В онлайн все переходит Онлайн Школами Типа как вот Advanced Training От Руслана Карманова И подобные Ему Специализированные Учреждения Все-таки для Айти специалистов Нежели Лезть вот в такие Макдональдсы Типа Skill Factory И Geekbrain Оплачивая Огромные бабки За непонятный Какой-то Набор Видеоматериалов И все-таки Вас призываю Учиться И обучаться Самому То есть На ютюбе Сейчас Очень много Русскоязычных Англоязычных Роликов Как развернуть Тот или иной Продукт Как Начать Изучать Если вы Допустим В тему Циски Лезете Это какой-нибудь ICND 1.2 Сдаете Пообновому Цена Цена На оборудование БУшное Циски Сейчас Стоят копейки Подготовиться Можно Самостоятельно Совершенно Свободно Не затрачивая На это Какие-то Огромные Суммы Тем более Что это оборудование Потом Также Можно будет Продать Я знаю Продают Прямо Наборами Стойками Там Подготовка CCNA Подготовка CCNP Что касается Майкрософта Все Вообще Намного Проще Собирайте себе Компьютер Достаточно Мощный Много Оперативной Памяти Виртуальные Машины Машины Вм Варя Гипер Виртуал Бокс Что угодно Кому Что больше Нравится И Совершенно Спокойно Сами Подготавливайтесь Изучайте Кому Интересуется Сертификация На сайте Майкрософта Куча Тем Материалов Для подготовки Дома Подготавливайтесь Идете Сдаете Экзамены Главное Это Больше Все-таки Наверное Подготовка Теоретическая Нежели Какая-то Практическая Ну а если Вы уже Собираетесь Чувствуете В себе Силы И хотите Куда-то Продвигаться Дальше В плане Трудоустройства Здесь Конечно Больше Наверное Играет Такая тема Как опыт Мы вот сейчас Например Взяли В саппорт Человеку Которого Очень мало Опыта И мы Скажем так За счет Компании Готовы Его Обучать Для работы Для работы С нашими Приложениями Для работы С нашей Инфраструктурой Это сейчас Гораздо проще Выгоднее Лучше Человеку Не нужно Платить Много Денег Человек Приходит Начинающим Специалистом На зарплату Там 35-45 тысяч Через Какое-то Время Проходит Аттестацию И зарплату Ему постепенно Поднимают По мере Той информации Которую Он овладевает И по мере Тех задач Которые На него Возлагают Чего Собственно Вам Всем и желаю Обучайтесь Получайте Новые знания Самое главное Это Желание Чтобы Чтобы Оно У вас Было Если У вас Не Будет Желания То И Получаться У вас Вряд ли Что-то Будет Соответственно Увидимся В продолжении Завтра Попробую Для вас Снять Что-нибудь По Продвигающимся Делам У нас В офисе Мы Практически Завершили Наверное Всю Кабельную Структуру Сейчас Занимаюсь Я Расшивкой Панелей Макс Там Занимается Мелкими Доделками По розеткам По телевизорам И тому подобное Короче Все будет В следующем Рогелике Счастливо Удачи Пока